Ассамблея Руководителей и сотрудников федеральных и ведомственных медицинских организаций, преподавателей медицинских университетов Открывая ассамблею, мэр Москвы Сергей Собянин ознакомил собравшихся с важнейшими показателями здравоохранения уходящего года Так, средняя продолжительность жизни в Москве достигла 77 лет Это уровень европейских городов, таких как Париж и Лондон, отметил мэр НИИ скорой помощи имени Склифосовского принимал активное участие в данном мероприятии На выставочной экспозиции «Склиф. Территория спасения» были представлены основные достижения НИИ в вопросах оказания неотложной помощи населению Впервые, вы видите, что здесь нет выставки фармкомпаний, вместо этого был лагерь московского здравоохранения И мы являемся одной из частей этого здравоохранения, и стенд института, он занимает такую центральную часть В нем представлены все наши основные работы, все наши основные методы и технологии, которые мы используем в экстренной медицине Естественно, у нас реанимация показана с аппаратом экстракорпоральной мембраны оксигенации Такими искусственными, легкими, которые позволяют поддерживать жизнь у пациентов с практически отсутствующей функцией дыхания Показана нейрохирургия высокотехнологичная, эндоскопия Мы делаем многие операции, которые практически нигде больше не выполняются Эндоваскулярная хирургия, потому что мы занимаемся проблемой инсультов и инфарктов И являемся главным региональным сосудистым центром На стенде травматологии показано, как при помощи 3D-принтера можно сделать модель импланта Которую можно имплантировать в какие-то сломанные части костей Это реабилитация, которая у нас очень серьезная и высокотехнологичная Таракальная хирургия Наши специалисты сейчас показывают работу на примере ранений сердца Кроме как в институте Склифосовского мало где можно оказать такую быструю квалифицированную помощь Институт имени Склифосовского принимает участие в Ассамблее здоровья Москвы не впервые Новым для участников форума стал формат презентации достижений Важное место в экспозиции института было отведено эндоскопии и неотложной хирургии Здесь мы видим симуляцию эндоскопических вмешательств на трахеобронхиальном дереве Начиная от стентирования при стенозах трахеи до удаления народных тел Что в общем-то довольно частые патологии для института скорой помощи Представлен видео материал по новейшим операциям В частности здесь мы представляем выполнение лапароскопической гастроктомии Что до сих пор во всем мире выполняется в единичных стационарах Еще одна секция института Склифосовского на Ассамблее представляла целое реанимационное отделение Данный аппарат позволяет насыщать кислородом кровь Для того, чтобы не проводить даже искусственную вентиляцию пациентов в критических состояниях Также представлено введение, системное введение различных инфузионных растворов Что очень актуально у пациентов в критических состояниях То, что должно быть четко определенное дозирование и вливание внутривенных препаратов Также представлен аппарат искусственной вентиляции Метод непрямой колорометрии, спирометрии Что в общем-то в комплексе сейчас на данный момент В системе реанимационной анестезиологической помощи является ключевой Секция таракальной хирургии института имени Склифосовского Была посвящена новым технологиям Все эти операции выполняются через проколы, не делая больших разрезов При помощи специальных тонких длинных инструментов Которые позволяют при минимальной внешней травме Делать тот же объем операции, который необходим пациенту Который раньше делал столько, делая большие разрезы Через практически половину грудной клетки Ну и самый пик по данным разделам медицины Это трансплантация, то, чего до недавнего времени у нас в стране вообще не было И с московского здравоохранения эта технология сейчас пошла по стране Трансплантация легких – это возможность помощи пациентам С терминальными, самыми тяжелыми заболеваниями легких Путем замены их на донорские легкие Для поощрения врачей городскими властями С этого года учреждена система грантов И введен новый статус – московский врач О чем сообщил на церемонии открытия ассамблеи Мэр столицы Сергей Собянин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok